С такой картиной жители райцентра столкнулись неделю назад. Местное достопримечательность озеро Клубничное, искусственно созданное в 60-е годы, обмелело. Это привело к массовой гибели трех тонн рыбы. А это сегодняшний день. Видим, что рыбу вывезли и, как выясняется, закопали на местном скотомогильнике. Потом мы приезжали, уже машина, которая развозит, как его называют, нечистоты. Вот они всю рыбу вывезли, ее закопали. А закопали где? В каком? Ну, это где-то там, в стороне совхоза Залесовский. Ну, то есть уже подальше от жилых домов? Да, там где-то у них, когда скотина взлокнет, тоже где-то закапывают. Откачивать воду не пришлось. Ее уже практически не было на месте большого озера, в котором когда-то, по словам людей, разводили карпов небольшая лужа. Тут вообще-то красиво, да. Приходили даже фотографироваться, приходили отдыхать. Ну, это у нас как отдушина было. Приезжали сюда мы рыбачить, отдыхали. Среди причин осушения озера звучали две главные версии – человеческий фактор и природный бобры. Первое – это якобы следствие сломанной задвижки на плотине. Специалисты считают, что за ее состоянием не следили. И именно по этой причине подобное ЧП случилось в 2020 году. Правда, тогда, по словам очевидцев, рыбы погибло немного. Видите, как получилось? Зеркало воды сохраняло. Здесь, да, небольшой рычаг тек, он пробегал, ну и все, считали, что это навсегда. Мы не досмотрели. Другая версия у многих вызывает улыбку. Мол, недобры оказались бобры. Уровень воды в озере упал из-за того, что водные грызуны построили плотину, тем самым перекрыв ручей, который питал озеро. Но многие экологи считают эту версию фантастической. С арендатором озера нам переговорить на этот раз не получилось. Был в отъезде, но известно, что он рядом с озером хотел сделать туристическую зону. Специалисты не исключают, что его планом кто-то просто хотел помешать. Пока не ясно, займется ли он вновь разведением рыбы на озере. Но главное, получится ли ее, в принципе, теперь здесь выращивать. Нельзя начинать на водоеме рыбное хозяйство, не понять, почему произошла гибель. Для этого досконально водоем изучается. В соответствии с изученной информацией определяется технологическая схема выращивания. Либо это будет однолетний, либо двухлетний оборот, либо это будет селение. Но даже если будет выяснена конкретная причина и озеро вернет себе прежний облик, водоем еще нужно будет включить в реестр водных объектов. Пока он остается бесхозным, на его берегах ничего нельзя строить, объяснили в Федеральном агентстве водных ресурсов России. Подать заявку на включение объектов в список должно региональное профильное ведомство, то есть Министерство природы. И уже после этого специалисты должны изучить озеро, его дно, прибрежные защитные полосы, зону потопления и многие другие критерии. Здесь речь идет только о том, что если есть сведения о государственном водном реестре, значит данный водный объект может быть предоставлен в пользование для тех или иных целей. При этом в Краевом министерстве природных ресурсов нам пояснили, что не в их компетенции подавать заявки и включать озеро в реестр водных объектов. Сотрудники ведомства добавили также, что ждут результатов расследования, которое проводит межведомственная комиссия. Если виновными будут признаны не животные, а люди, последнюю ждет уголовная ответственность. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.